Я не люблю посыпаться в утром Еще по часу дома поспать Доброе утро! Как дела? У меня отлично В общем, я сижу напротив компьютера И, как всегда, кушу йогурт А хотела бы поответить Несколько ваших вопросов Несколько сказать, несколько вещей У меня что-то тут странное Вы меня попросили показать Природу Танюшу Танюша меня попросила показать Танюшу с Москвы А попросила показать природу В Кибуце Покажу Постараюсь показать в ближайшие дни, но не сегодня и, наверное, не завтра Потому что сегодня я опять уезжаю Что-то я последние дни куда-то все время езжу Езжу, езжу, дома вообще не сижу В общем, сегодня мы уезжаем У моего мужа свои дела У меня свои дела Так, меня прервали, ходят всякие смуты, с кем я разговариваю В общем, значит, мы сегодня опять уезжаем Хотела вам еще всем сказать огромное спасибо Всем, кто меня поздравил Кто пожелал добрые вещи Ваши добрые слова У нас был с мужем юбилей, кто не знает, два года И очень многие из вас мне Написали очень приятный комментарий Было безумно приятно это читать Так что большое вам спасибо Так, значит, по поводу природы я сказала Я обязательно покажу Кстати, хотела вам еще сказать Если вы хотите у меня что-то спросить И хотите, чтобы я вот так вот напрямую сейчас во влогах ответила То это самое время, не стесняйтесь, спрашивайте Я обязательно отвечу Вы знаете, что я люблю на все отвечать У меня нету каких-то предпочтений на что отвечать На что не отвечать Я на все отвечаю Только на какие-то пошлости отвечать не буду Ну это так, шутка Ну вот, ладно, я буду работать У нас, как всегда по программе Работа в 12 обед Ну а потом уже посмотрим, как у нас сегодня будет длиться день Спокойно, 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 собак Собака Собаки, натакуюсь маму Спокойно Пес, спокойно, спокойно Спокойно Тихо, тихо Всё хорошо? Так, маму не атаковать. Спокойно, дышать разномерно. Да, э-э-э-э, спокойно. В комментариях появился вопрос, и я решила сейчас ответить на него. От Милы, Мила, привет. Итак, Мила мне написала, написала, шо ж ты мне написала? Вот так. Как, кстати, мой муж относится к тому, что ты рядом с ним без остановки болтаешь на непонятном языке? Неправда, я останавливаюсь, но это шутка. И не мешает ли тебе с собой, что между вами целый потерянный пласт русской культуры, которым он не владеет, и ты, даже если бы хотела поделиться, он не поймёт, потому что не вырос в СССР? Какой серьёзный вопрос. Если честно вам сказать, товарищи, то не мешает вообще. Я не знаю, насколько я... У меня получается передать вам, какой у меня муж, но у меня муж очень... Он очень лёгкий, он очень простой, и он впитывает абсолютно всё, с чем, как бы, наша жизнь связана. И когда он начал со мной встречаться, он понимал, что между нами будет такая, как бы, культурная разница в чём-то, несмотря на то, что я 16 лет здесь, и как бы я почти уже... Ох, рука болит. Я почти одно и то же время уже живу и там, и здесь. Скоро, через два года получится, что я 16 лет жила в Латвии, 16 лет в Израиле. Вот, и он просто всё впитывает. Всё, что возможно его научить, я его учу. Он очень любознательный. Я вам рассказывала как-то, что он участвовал на передаче. Такая передача, это Тривия. Он выиграл даже деньги на эту передачу. То есть он очень любознательный, и всё, что я ему рассказываю, ему интересно. Например, я что-то рассказываю про разную еду, то ему обязательно нужно это попробовать. Когда мы были в Латвии, он перепробовал всё, что он мог, даже то, что он не любит и не переносит на дух, он попробовал, чтобы понять, о чём я говорю. Мы побывали во всех местах в Латвии. Я его взяла во все маршруты, которые я ездила в школу, на все автобусы, на трамвай, на троллейбусы. Боже, где я его? Только не таскала за собой. То есть передать ему всё, что я могла. Я ему передала. Он очень хорошо схватывает языки, поэтому с моей мамой он уже на корявом своём русском общается. Когда я иду и с вами разговариваю вот так вот на камеру, то он 80%, 85% он понимает. И если он что-то не понимает, то он не спрашивает, что ты сказала, что это слово значит. И на следующий раз он уже это помнит. У него очень хорошая память. Но как-то так. Я раньше, знаете, вообще всегда думала, что у меня никогда не будет мужа израильтянина, потому что, ну как это так, такая... Не то чтобы израильтянина, но вообще иностранца. Я всегда думала, что у меня будет русскоязычный муж, но вот так вот судьба сложилась, и так получилось. И я ни на секунду не жалею. Я думаю, вы это понимаете. У меня что-то тут зафингал. Потому что, ну, мой муж просто замечательный, и мне с ним вообще очень комфортно, уютно. И ни на секундочку я не чувствую себя... Я не чувствую этой разницы в культурной разнице абсолютно никакой. Причем мой муж, он израильтянин, но израильтянин тоже не делится на те, которые приезжают как бы восточные израильтяне и западные. Нет, не западные. То есть они у нас называются восточными израхи и ашкиназим. Ашкиназим обычно не те, которые приезжали из каких-то более таких белых стран. Ну, не знаю, как это правильно сказать. Более таких, как европейские страны. Да, в основном из европейских стран с Америки, с России, ну, со всех стен. И его и он как раз у меня муж, он абсолютно и ашкиназит. Несмотря на то, что его мама здесь, например, восьмое поколение, но они приехали изначально с Львова. Тогда я даже не помню, что это было. В те времена, я как-то это уже рассказывала. Его папа с Хорватией. То есть они все такие очень беленькие. Я не знаю, как правильно... Напишите мне, как правильно говорится на русском ашкинази. Как это объяснить с людьми? И когда они знают объяснить, как... В общем, да, поэтому я не чувствую с ним никакой культурной разницы. И он знает абсолютно, о чем я говорю. Он уже знает мои детские шутки, когда с девчонками, с подружками шучу. Он знает все обо мне, и мне с ним абсолютно комфортно, уютно. Ну, я думаю, я это на камере и с нашими влогами немножко вам это передаю, какой он у меня покладистый. Думаю, еще через пару лет он уже будет знать русский в совершенстве, потому что он просто... Вау, я такого никогда не встречала, чтобы так языки хватали. Мы когда с ним ездим в Германию, он просто на немецком общается, и только от того, что он там пару дней, и он уже хватает предложения, он уже знает, что сказать, и он может так на каком-то таком мизерном немецком пообщаться, что-то купить, попросить, объясниться. То есть это вообще что-то вау, просто круто, нереально. Ну вот, такой ответ. Вот, а вот и я. Мой муж сейчас ведет машину, бедный, усталый, после ночной смены. Он едет в Тель-Авив на выставку, на пивную выставку. Кто из вас не знает, но, может быть, вы уже догадались, когда вы видите мои видео последние, которые я снимала у себя в большой комнате, то у меня много бутылок в доме. Так вот, мой муж увлекается алкоголем в плане хобби. Он собирает виски. Виски, 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 виски. Он говорит, что я неправильно говорю, я говорю виски, а надо говорить виски. Он собирает виски, и потому у нас дома так много бутылок, а также он учил винодели, и потому у нас дома так же много бутылок вина. Вот, и сейчас есть какая-то в Тер-Авиве выставка, что-то типа того, и он туда едет, а я еду встречаться с Олечкой. И вот мы будем вам потом нашу встречу снимать. Мы вам потом, я буду вам потом нашу встречу снимать. Вот, сейчас море хорошо видно, сейчас вам покажу. Вот, сейчас очень хорошо видно море. На самом деле, почему-то камера передает это все намного дальше, на самом деле все намного ближе, как бы, как это все виднеется. Ну, конечно, вид просто обалденно классный. Слушайте, девчонки, хотела вам показать, надеюсь, вы меня слышите. Это вообще прикол. Зашла, короче, я в магазин, посмотреть свои подружки, если там есть памперсы, то, что она просила для девочки. В магазин, который кто из Израиля, называется New Farm. И там сейчас какие-то ненормальные скидки для клуба, для членов клуба 3,6,5. В общем, палетка эта стоит 50 шекелей. 50, там, 62, может быть. И вот эти вот сейчас маскары я купила девчонкам послать по 32 шекеля, по-моему. И вот этот вот консилер, который 100 лет назад хочу попробовать от L'Oreal, Любимая Джик, по-моему, называется. Тоже 37-то шекелей стоил, когда изначально его цена 105. В общем, короче, какие-то ненормальные скидки. Все, это все, что я купила. В общем, девочки, кто из Израиля, все вот это вот вместе мне стоило 200 шекелей. Просто супер скидки. Я не знаю, когда эта вся акция. Может быть, до завтра. Там, потому что написано 72 часа. Но в любом случае, очень советую заглянуть именно в New Farm. Оля, привет. Ты уверена, что хочешь, чтобы тебя так видели на телевизоре? Нет, я не уверена. Кто-нибудь из вас знает, что вот это за магазин Сакара? Я не знаю. И Оля, не знай? Там косметика. Мы сейчас пойдем смотреть. Пойдем смотреть, пошли. Вон, там помады за 10 шекелей. 10 шекелей 2 евро. Кому интересно? Что ты ржешь? Бежим туда. Мы идем. Скорее, скорее. Надо посмотреть в интернете, что это такое. Что это за филы. Да, у них нет нормального сайта. А, нету? Я уже проверю. Короче, смотрите, ребята, как прикольно. За 20 шекелей, да, 4 евро. Сразу евро, говорю для тех, кто с России. Есть сколько здесь, ты сказал? 6, 12, 12 лаков. Смотрите. Супер. Не знаю, интересное. Интересно. Пошли дальше. Всякие штучки такие. Ну, тут какой-то очень-очень дешевый, супер дешевый магазин. В общем, тут, смотрите, очень много косметики. Просто круто, супер. Ну, не знаю, что слышу. Тут есть органовое масло за 15 шекелей. Мы разобрали немножко состав. Ничего. Вот это. Ну, так она в суперфарме стоит... То же самое, да? Нет, дешевле за 20. До свидания. Вот эта вот пшикалка хорошая, но не знаю, если это хорошая. То есть она хорошая в суперфарме, здесь не знаю. А что это зеленая штука такая за пузырьки? А, а это вот... Ой, в стекляшке. Вот это хорошо. Почему? Ну, потому что продукт держится лучше в стекляшке, неожиданно в пластмассе. Вау, смотрите, сколько здесь косметики. Я вам передам привет. Привет. Красопета, которая не красит... Что она делает? Не красит реснички. У нее проблемы с этим. У нее проблемы с этим. Тут все очень дешевое. Ой. Что-то интересное отрела. Ой, много вкуса. Да нет. Ну, неплохо мажут. Неплохо, но немного так, видишь. Да. Слушайте, так всего много вообще. Глаза разбегаются. Короче, как объяснила нам продавщица, этот магазин а-ля Сифора только дешевый Сакара, который придумал какой-то израильтян. Тут есть интересные штучки. Смотреть, такие в дорогу брать. Это, видишь, все такое черно-белое. Очень-очень классное. Да, тут как бы он сделан, типа, как черно-белый магазин, как Сифора. Ну, до Сифора тут, конечно, ему далеко и далеко. Да, типа, за пять человек или урбан детей. Ну, да. В общем, есть вот такие интересные штучки. И кто из вас меня спрашивал... Извините, порожью... И кто из вас меня спрашивал, есть вот такие пшикалки, пшикать пустые бутылочки. Мы взяли вот такую вот маску для волос, попробовать. В принципе, у нее неплохой... В принципе... А, да, кошелек для кисточек. В принципе, у нее неплохой состав. Насколько я смогла бы разобрать. Девочек-лакоманок. Мы просто офигели. Все за сколько? За 4,50. Нет, за 4,90. Очень супер-классные. Много цветов. Есть вот такие вот палочки, девчонки. Хочу вам показать, какие лаки я выбрала. Вот такие вот замечательно красивые пастельные цвета. Меня что-то на пастельное тянет. Очень красиво. Из-за английского хорошо? Супер. Покупаем белье. Я покупаю носочки вот такие вот своему мужу. Оля там выбирает себе... Как страшно. Оля себе там выбирает тайцы. Не тайцы, как это... Ну, черненькие такие. Ритузы? Нет, не ритузы. Тайцы. По-моему, это как говорят тайцы. Мы с Олей вошли из Малин, и тут у них появились бронзеры. Блин, такой офигительный. Вы не представляете. Я просто в полном восторге. Прямо. Да, очень классно. Она хотела загорелого, но выглядит очень натурально и классно. У него очень... А светлая кожа вообще будет... Очень приятная. Очень. Хомаж. 130 шекелей пока. Нужно даже скидочек. Да. Мы в обувном магазине Альдо, смотрите. И ржем. Как можно понять, когда обувь здесь, ты идешь, не пойму, Оля. Еле до... Узасно, непонятно. Тут это как бы магазин... Аутлет. Тут все дешево. Я даже не знала, что такое есть. Я иду это мерить. Она идет вон такие мерить. Ну, что такие? Дома. Ну что, выбираешь? Выберешь? Да. Стокоблок, понимаешь, он идеальный. Вот этого. Понимаешь? Мы сейчас в магазине, который, типа, натуральный магазин, типа того что-то. Есть много разных приправ, вы можете видеть. Что ты берешь? У меня хочу паприка. Ой, попробуй паприка Моушенет, если тут есть. И так вкусно, ты не представляешь. Смотри. Просто софотеров. Смотри, тут много разного гороха, всяких таких интересных. Даже не знаю, что это такое сейчас, всякие прелести жизни. Да, можно на рынке, честно тебе сказать. А, ты покупаешь на рынке? Нет, я посмотрела на миндаль. А можно на орешек взять эти и пожираться? На рынке килограмм стоит 40 шекелей, а здесь 100 грамм 6,90. В общем, так интересно здесь. Аня, здесь вы меня слышите. Говори громко, потому что это не слышно. Вы же меня не слышите, да? Когда я тебе говорю? Кокус, покушу, пожелать? Вы смотрите, что мы здесь нашли. Мы здесь нашли все продукты с iHerb. Кто девочки не знает с Израиля, в магазине Edentebo Market есть продукты с Израиля. Очень знаменитый шампунь, который на iHerb он самый популярный. Но я слышала, что он не очень. И тут здесь Джейсон, да? Слушай, прикольно. Вообще круто. А нет, там маленьких. Я маленькую кукум взяла, попробовала. А, вот это у нас с кибуцей продается, это я знаю. О, как пахнет! Еще я вам хотела сказать, кому интересно, я дома пользуюсь вот таким вот, таким вот средством для белья, когда стираю, таким вот ополаскивателем, таким вот средством для мытья посуды. Это все делает наш кибуц, это фабрика нашего кибуца. И все это эко-лайн, то бишь, что такое, как говорится эко-лайн? Короче, натуральное, экологические продукты, да, экологически чистые, без разной химии. И очень-очень я ими довольна, так что всем, кому интересно попробовать, чем я пользуюсь, можете купить в этом магазине, оказывайте, я этого сама не знала, сейчас увидела. Ну все, мы закончили. Да, сейчас идем кушать куда-нибудь. Она как раз думает, куда, потому что я тут ничего не знаю. куда-нибудь туда глаза глядят, поедем. И мне до 10 вечера ждать моего мужа. Мы пришли кушать пасту. Что ты делаешь? Выбираешь мне сыр? У нас одинаковая паста, просто у меня паста, или паста, как моя называется, я уже не помню, конечно. Пане. Пане у тебя папардели? Нет, у меня фатучини. У меня фатучини, у меня... Тогда у меня папардели. Папандопол. Папандопол. Бу-бу-бу-бу. В общем, нам приятного аппетита. Подожди, я как смотреть, не снимай. Как я снимаю? Нет, Рэго. Хобейте. Что это такое? Я так это их поставлю. Что это такое? Не, ну вы мэ, это камера клевая. Я ты снимаешь там? Это лайф? Это будет все прямой. Слушай, пока составила? Нет. Ну так что? Ну что, мы заканчиваем влог. Погласите, что ты будешь сидеть смотреть. Что я дура сидела, корчилась? Ну, мы заканчиваем влог, сейчас в 9 часов вечера, да, 9-9-9-9. Я пойду сейчас делать... Тусоваться. Нет, как говорится, риха, я всегда забываю. Монтирование. Я пойду сейчас делать... Монтаж. Я сейчас буду... Да. Я сейчас пойду делать монтирование здесь, в кафе, ждать своего мужа. Оля едет домой. Да. И да, мы с вами увидимся завтра. Покажи покунки. Покунки? Половину. Что, я твоих покажу. Зачем? А-а-а. Так я же им показывала. что это у твоих? Так я же, кто их смает? Я же показывала, когда мы ходили по магазинам. А, да. Ну все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok